Через несколько секунд на камере загорится красная кнопка и диктор выйдет в эфир. Расскажет о событиях дня, которые по крупицам собирали корреспонденты. Их задача подать зрителю только актуальное, интересное, злободневное. То, что попало в объективы камер. Бывали такие случаи, когда кассета рвалась, либо видеоматериал сыпался, но в Актисе работают настоящие волшебники, и операторы, и видеоинженеры. Каким-то чудом склеивали кассеты и восстанавливали все, что было снято. Операторы – это люди с другой планеты. Они видят все происходящее по-другому, под другим углом. Видят все немножко, может быть, сложнее, чем обыватель. А благодаря наличию у нас современных камер, этот процесс делается гораздо проще, интереснее и удобнее. Да, прогресс не стоит на месте, так же, как и развитие нашего канала. За 28 лет существования Актис, место вещания во врезках на полчаса в день, превратился в первый круглосуточный канал в городе. А спустя несколько месяцев, благодаря увеличению охвата вещания, телеканал Актис стал первым региональным. Сейчас новости смотрят не только в Ангарске, но и в Шелихове, Иркутске, по Солесибирскому, Культуне, Солюдянке и других городах. Контент телеканала Актис достаточно разнообразный. Программы и передачи охватывают практически все возрастные категории. Информационно-развлекательная программа «Новый день» рассказывает о новинках кино, о новых веяниях моды и о достижениях творческих людей. В рамках передачи проходят грандиозные телепроекты, в которых участвуют простые ангарчане. Раз в неделю «Новый день» выходят в прямом эфире. Ведущие активно общаются со зрителем и разыгрывают подарки от спонсоров. Настоящие дачники не отдыхают никогда. Если летом много работы на самом участке, то осенью и зимой нужно запастись багажом полезных знаний. Для тех, кто любит выращивать и консервировать, программа «Академия на грядках» с бессменной ведущей Еленой Цлютиной. К слову, соответствующие конкурсы проводятся и здесь. То, о чем не смогли из-за краткого формата рассказать в новостях, поговорят в аналитической программе «Актуальное интервью». Политики, чиновники, медики, руководители крупных предприятий рассуждают на разные темы, которые попали в объективы наших телекамер. Аналитическая программа «В центре внимания». Здесь затрагиваются самые злободневные темы. Одной из таких была тема «Пандемия. Время доброты». Несмотря на то, что мы находимся под ту сторону экрана, мы всегда на одной волне с телезрителем. Вместе встречаем Новый год, поздравляем специалистов с профессиональными праздниками, привлекаем внимание к решению проблемы.